здравствуйте меня зовут валентин хохлов и это выпуск из нового цикла который я хочу представить на своем youtube канале и он посвящен жизни общества жизни простых людей в восьмидесятые девяностые годы потому что есть довольно много мифов и люди которые не жили тогда которые родились позже им очень много навязывают стереотипов которые очень мало соответствует действительности и в общем-то целью этого цикла рассказать о том как жили люди есть хорошие передачи и у парфенова на медне и владимира милова цикл про 80 и 90 но они в основном посвящены более высокоуровневым вещам и очень мало там о жизни людей о том как люди одевались стояли в очередях что они смотрели по телевизору как мы учились в школе или ходили в детский садик и вот об этом собственно и пойдет речь в этом цикле ну а чтобы начать наверное надо представить но мою семью как вот в общем то я во вступительном видео говорил это довольно типичная семья городского среднего класса или как тогда говорили служащих или сказали бы сейчас интеллигенция техническая интеллигенция ну если так уж говорить то советском союзе общество было сословным как я называю это хотя правильнее сказать это страты были они сословия ну и вот четыре большие страты или социальной группе это номенклатура то есть партийно-советское хозяйственное руководство крупные там писатели артисты художники высшие военные вторая страта это собственно куда относились мои моя семья это городской средний класс техническая интеллигенция инженеры конструкторы экономисты врачи учителя и преподаватели в общем то люди которые работали головой а не руками но при этом не были руководящими работниками третья страта это пролетарии условно говоря ну то есть городской рабочий класс люди которые работали именно руками на заводах фабриках в каких-то мелких еще заведениях ну например там слесари сантехники электрики это все вот сюда же и четвертая страта это те кто жили в селе условно говоря колхозники хотя это не только люди которые работали в колхозах также и в совхозах и работали на земле при этом оба моих деда не относились ни к одной из этих четырех больших групп потому что на самом деле кроме них были еще группы ну и была довольно значительная но не такая большая как перечисленные выше группа это профессиональные военные вот оба моих деда были военными один был танкистом другой был летчиком но на самом деле вот дедушка по отец моего отца там довольно какая-то запутанная семейная история там что-то еще в годы гражданской войны они потеряли старшую сестру которую нашли только в семидесятые годы в крыму мы потом к ней там ездили я об этом отдельно расскажу но вот не очень понятно что и где происходило с их семьей детские годы деда почему-то он рассказывал о москве в тридцатые годы они осели в подмосковье достаточно недалеко от москвы но все-таки в подмосковье не знаю почему не знаю что там было факт тот что он когда он в годы второй мировой войны был юношей еще не призывного возраста и как раз вот в там сорок по моему шестом году он поступил в военное училище выучился на танкиста соответственно и в 50-х годах он кадровый военный наверное на неплохом счету потому что он по-моему два срока отслужил в группе советских войск в германии или гсвг сокращенно это была довольно престижная служба хотя не такая редкая ну например гсвг это порядка 500 тысяч человек по тем временам это там 10 процентов армии естественно там были не только офицеры и солдаты но если брать в пропорции там наверное офицеров было побольше чем в советских частях но и можно так судить что ну как минимум 10 процентов проходило за один срок а поскольку там была ротация то реально кадровых военных там проходило гораздо больше чем 10 процентов я думаю что процентов 20-25 советских офицеров они проходили через гсвг это не было такой большой редкостью ну и опять же это были 50-е годы ну скорее там уже вторая середина вторая половина 50-х годов тогда еще за граница это не было чем-то таким чем она стала в 70-е 80-е годы и мой дедушка с бабушкой не привезли так много вещей из за границы как конечно везли советские люди которые вырывались куда-то позже ну там какие-то вещи я помню там шкаф какой-то большой немецкий там какие-то сувениры какие-то бытовые вещи но очень мало и в принципе уже к 70-м годам семья жила не очень богата дедушка ушел из армии и стал работать каким-то мелким чиновником в райисполкоме такой вот типичный служащий квартиру они имели двухкомнатную в таком сталинском доме но позднем сталинском не не такая уже престижная вещь там была например очень маленькая кухня там шесть квадратных метров кухня была там была маленькая совмещенная ванная там была довольно скудная обстановка вот таких 50-х 60-х годов с довольно простой мебелью то есть семья не богатая но и не опустившаяся дальше бабушка вот жена его она в годы войны была в эвакуации на урале и соответственно она вроде бы неплохо училась в школе но из-за этой обстановки она так и не пошла получать высшее образование соответственно имея только среднее образование она это работала тоже какой-то мелкой служащей но вот к тому времени она работала на заводе в архиве то есть вроде как да завод но это не рабочий класс а именно вот такая мелкая служащая ну в общем то вот такая семья коротких служащих достаточно небогатая что касается второго дедушки то он коренной киевлянин у него очень такая семья интересная его дед то есть мой прапрадед имел генеральский чин еще при царе каким-то там чудом это все обошлось без репляйте но он умер еще в двадцатые годы как-то в принципе семья не особо пострадала тогда но вот отец моего деда и мать моего деда они оба погибли в оккупации при ну вот когда киев был оккупирован немцами и дедушка остался сиротой но он такой уже не маленький мальчик был такой юноша но после войны соответственно он поступил тоже военное училище на летчика и потом он служил долго на дальнем востоке в хабаровске там в общем то и моя мать долго жила и вот ее сестра родилась и приехав обратно в киев вот он уже был по советским меркам зажиточным человеком видимо там все эти такие дальневосточные выплаты с хорошим коэффициентом они позволили накопить достаточно много денег у него была трехкомнатная квартира у него была машина волга а это по советским меркам было очень очень круто очень мало у кого была вообще машина личная а волга это вообще самое лучшее что мог иметь человек не какой-то номенклатурный но дальше события развивались трагически погибла в автокатастрофе не связанной с этой машиной с другим связанной но погибла моя бабушка дедушка женился второй раз неудачно женился третий раз в ходе этого там пришлось разменять квартиры продать волгу купить жигули то есть в общем то уже семья не богатая уже семья живет в двухкомнатной квартире в хрущевке и к концу семидесятых это вот дедушка со своей новой третьей женой и младшая сестра моей мамы вот они ютятся в этой небольшой хрущевке правда в хорошем районе недалеко от центра и вот у дедушки жугли то есть как бы можно сказать тоже средний класс вряд ли это было уже к тому времени зажиточная семья но если говорить о моих родителях то отец выучился пошел в аспирантуру защитил кандидатскую остался на кафедре преподавателем и вот к тому времени когда я родился это вот небольшая семья то есть папа мама я они жили с родителями отца то есть в этой небольшой двухкомнатной квартире пять человек и дело что по советским меркам было нормально вот как это ни странно звучит да конечно наша семья стояла в очереди на квартиру потому что в советском союзе люди получали квартир от государства соответственно надо было стоять но Но когда люди становились на очередь, когда у них вот уже возникали такие условия, что в двухкомнатной квартире 5 человек. Потому что если в двухкомнатной квартире 3 или 4 человека, это нормально. А вот уже 5 человек, это уже перебор. Вот тогда можно встать на очередь. Ну а когда такая ситуация складывалась, ну обычно, когда вот вырастали дети в семье, создавали свою семью, у них рождался ребенок. То есть это где-то 25, 26, 28, 30 лет. Это начало очереди. В очереди можно было стоять и 7 лет, и 8, и 10. И поэтому обычно квартиры получали люди порядка 35-40 лет. Вот так вот. Тогда они только могли начинать жить в своей собственной квартире. Обычно если они не ехали куда-то там в Казахстан или на Урал, где там молодым специалистам давали квартиру. Ну окей, то есть все сложилось бы довольно неблагополучно. Но видимо, может быть какие-то связи моего дедушки в райисполкоме. Может быть то, что отец был преподавателем. Как-то это все вместе способствовало тому, что квартиру наша молодая семья получила очень быстро. И даже было предложено два варианта, из которых выбрали то, что ближе к центру. Получилась тоже двухкомнатная квартира, что для трех человек это было вполне хорошо. Квартира даже лучше была, чем у моих дедушек. Это была квартира в доме Брежневском, 70-х годов соответственно постройки. Даже с большой по советским временам кухней 9, почти 9 квадратных метров, с раздельным санузлом, с двумя раздельными комнатами. То есть в общем-то очень-очень неплохо для 30-летних родителей. Почти даже им 30 еще не было. Так что вот, ну это в принципе было неплохо, но это не было чем-то выдающимся. То есть вот такая типичная семья, три человека, папа, мама, ребенок в двухкомнатной квартире. Ну могло быть два ребенка тоже в двухкомнатной квартире, реже в трехкомнатной квартире. То есть это вот такая обычная советская классика 70-х, 80-х годов. В принципе, все обстановка там, это было достаточно тоже обычно для такой советской семьи. То есть спали все на диванах, кровати в то время, ну в городских квартирах практически не было. Была стенка, это классика советского времени. Да, был ковер на стене, опять же классика советского времени, никуда от этого не денешься. Была какая-то кухня, уже не помню, даже наверное не советская, а польская. Ну по нынешним временам, конечно, очень простенькая. Была паркетная доска, была плитка в кухне и в сантехнике. То есть, ну о быте, о том, как выглядели советские квартиры, я думаю, мы поговорим отдельно, более подробно. Ну то есть вот такая архетипичная семья среднего достатка. Например, зарплата отца, наверное, была где-то 160-180 рублей, что было даже больше среднего. Ну он был доцентом уже к тому времени, кандидатом в наук с соответствующими доплатами. А вообще советские там инженеры получали обычно порядка 140 рублей. Ну и вот у моей мамы, она была экономистом, но это, считайте, то же самое, тарифная ставка. То есть у нее была зарплата где-то 140 рублей. Вот, соответственно, это такой обычный доход семьи городского среднего класса. Ну, что еще сказать? Ну, наверное, тогда о первых годах, собственно, моих. Это то, что связано с детским садом. Это тоже достаточно типичная вещь. Я думаю, что практически все дети, городские дети в Советском Союзе ходили в детский сад, потому что очень редко женщины были домохозяйками. Я даже, наверное, и не припомню таких случаев, ну, за исключением уже номенклатурных семей, где это как-то еще могло быть. Но в среднем классе и отец, и мать обычно работали. И если работали еще и там дедушки, бабушки, то вообще было без вариантов. Ребенка обычно отдавали в ясли. Ну, меня отдали не в ясли, а в младшую группу. Ну, тоже не было ничего необычного. Там до трех лет могли сидеть с детьми женщины. Но потом, соответственно, возвращаться они должны были на работу. Ну, и, собственно, вот я думаю, что где-то было 50 на 50. 50% кто ходил в ясли, а 50% кто там начинал с младшей группы в детском саду. Ну, и детский сад, конечно, никаких приятных воспоминаний о себе не оставил. Возможно, где-то вы услышите, что вот в Советском Союзе все так было замечательно. Там дети ходили в садик, в школу, были счастливы. Там утренники, там какие-то стишки читали и так далее. Это тоже было... Но этого было мало. А в основном утро в детском садике начиналось с какой-то невкусной каши, которую очень с трудом можно было есть. Если это была манная каша, она была комками уже подостывшая. Если это была какая-то гречка на молоке, то молоко там было подернуто какой-то пленкой. У меня вообще это привило стойкое отвращение к молоку с тех пор. Если это была какая-то перловка, ее вообще там невозможно было есть. Мало того, что холодная, так еще и скользкая. И это все варили какие-то не очень опрятные тетки-поварихи в огромных таких кастрюлях. И еда в детском садике вызывала самые отрицательные впечатления. Вот что я помню из детского садика, это вот эту ужасную еду, которую невозможно было есть. И это тихий час. Почему-то мы все время там спали. Но я думаю, что это было воспитательницам проще всего. Детей отправить в комнату с кроватями, чтобы они там тихий час. Все лежат, а воспитательницы там занимаются своими делами. Нет, конечно, были и прогулки, были какие-то там развлекательные вещи. Но этого было не очень много. А вот то, что там тихий час, и мы лежим в кроватях, и спать нам абсолютно не хочется. Нам хочется играть, чем-то заниматься. А мы вынуждены часами там лежать в кроватях, как какие-то маленькие узники такого лагеря. Поэтому о детском саду в Советском Союзе воспоминания у меня не очень хорошие, мягко говоря. И более того, поскольку это был типичный детский садик в типичном советском городе, и куда ходили дети типичных советских семей, я не думаю, что где-то было сильно по-другому. Нет, может быть, кому-то повезло с воспитательницей. У нас в старшей группе, например, была хорошая воспитательница. Я помню, что нам было 6 лет, допустим, уже более взрослые. Она нам рассказывала какие-то вещи. Мы гуляли, началась гроза. Она нам рассказывала, почему там возникает молния, почему там гром. То есть какие-то такие познавательные вещи. Она нам говорила, я вот это запомнил. И это так тоже было. Но это было скорее редкостью. То есть, в принципе, воспитательницы, нянечки в детских садах, кто это был? Это были обычно женщины, ну, скажем, неудачницы, которые не достигли ничего в жизни. Более какой-то хорошей, престижной работы не получили. Работа нянечек-воспитательниц в детском саду была непрестижной, малооплачиваемой. И, ну, скажем, эти люди обычно, они шли туда не потому, что они любили детей и им нравилось работать с детьми, а потому, что они ничего другого в жизни не достигли. И, соответственно, к детям они относились не очень хорошо обычно. Опять же, были исключения, как вот я уже говорил о хорошей воспитательнице. Но это было исключение. Обычно детей они не любили, стремились как-то от навязчивой обузы избавиться. Детьми занимались плохо по остаточному принципу. Поэтому, конечно, хороших воспоминаний о детском садике в Советском Союзе я вам, ну, как бы, предоставить не могу. Ну, да, были утренники, где нас нам наряжали в каких-то там зайчиков, водили хороводы, там учили какие-то несложные стихотворения. Обычно это было зимой на Новый год, может быть, еще на какие-то советские праздники. А вот что еще я помню, ну, это скорее уже воспоминания того периода. Это бесконечные похороны больших сановников. Вот почему-то у меня это тоже отложилось. Детский садик, какие-то страшные сирены, гудки заводские, когда там Брежнев умер. Ну, там была целая очереда. Там не только генеральные секретари, там умирали и другие высокопоставленные члены политбюро. И по ним тоже был траур. И это все очень так мрачно, торжественно происходило. Естественно, нас, маленьких детей, это немножко пугало, когда все такие насупившиеся, суровые, все это гудит, все какие-то там черным, что-то затянуто. Ну, очень неприятно. И вообще развлечений у советских детей было достаточно мало. После садика, ну что, родители приходили домой после работы, уставшие там ужинали, смотрели телевизор. Одна программа, ну, две программы. Нет, формально даже у нас могло быть три программы. По-моему, все-таки две программы тогда было. Ну, все смотрели обычно одно и то же. Ну, и для детей была передача очень популярная. Я думаю, что все дети в Советском Союзе ее смотрели и 70-х, и 80-х. Она называлась «Спокойной ночи, малыши». Она шла 15 минут перед программой «Время». И было так заведено даже, что вот дети смотрят «Спокойной ночи, малыши», потом их укладывают спать, и взрослые смотрят дальше программу «Время», где шла какая-то, ну, такая скучная, ну, дотина. Я иногда, я не любил укладываться спать в 9 вечера, честно говоря, иногда тоже оставался смотреть программу «Время». И самые ненавистные выпуски программы «Время» были тогда, когда проходили съезды ЦК ППСС, потому что это был почти час выпуск, который посвящен этим всем отчетным докладам, когда какой-то старый хрыч там на трибуне зачитывает какую-то абсолютно нудную белиберду о том, как там доярки бороздят просторы Мирового океана и растут надой, и выплавка стали, и мы там перегоним Америку когда-нибудь, что уже, конечно, в 80-е никто не верил. Когда съездов не было, съезды, слава богу, они были нечасто, и поэтому этой нудотины было не очень много. А когда не было съездов, программы «Время» были более короткими, но не менее нудными, потому что тоже они начинались с визитов там этих всяких генеральных секретарей или прочих членов политбюро, в какие-то колхозы, на какие-то заводы, и опять же там эта вся нудотина про соцсоревнования, планы, там перевыполним, побьем, переходящее красное знамя, что смотрелось очень печально на фоне того, что в магазинах стремительно падал ассортимент, а затем что было, надо было стоять в очередях, но об этом тоже поговорим отдельно, о том, что было в советских магазинах и сколько нужно было стоять в очереди за элементарными продуктами. Вот, ну, что еще? Иногда были какие-то сюжеты из капиталистических стран, где там рассказывали, как плохо живут негры и бездомные, почему-то любили показывать бездомных на улицах американских городов, как, в общем-то, загнивал Запад. Вот, ну, вот, такие нехитрые развлечения советских людей перед сном. Ну, в общем-то, такое детство, не могу сказать, что плохое детство, мы не голодали, в общем-то, была крыша над головой, было тепло, и, ну, что мы, я там, мои ровесники, мы были маленькими, нам было все вновь, все, в общем-то, радовало. Сейчас я понимаю, что все было очень скудно, очень по-простому, какие-то элементарные игрушки очень редко куда-то выбирались в какие-то, ну, не знаю, развлекательные, даже нельзя сказать развлекательные походы, просто даже пойти куда-то погулять в центр с родителями, это был, ну, праздник, а какое-то более такое серьезное детское времяпровождение, ну, его, считайте, и вовсе не было, ну, разве что поездки куда-то на отдых. Ну, об этом можно тоже поговорить отдельно, о том, как люди в Советском Союзе путешествовали, куда, на чем и с чем это все было связано. Ну, в общем-то, вот такая, такой первый выпуск о самом раннем детстве, о том, что, ну, детство в Советском Союзе, оно раннее детство, дошкольное, оно было таким достаточно скучным, бесрадостным, и если там кто-то говорит, что вот в Советском Союзе все так было жизнерадостно, и там дети были счастливыми, ну, не знаю, какие дети были счастливыми, может, им попадалась манная каша без комков, или там перловка, которая была чуть более теплая, и, может быть, хорошая воспитательница в детском саду, а, может быть, это были дети номенклатуры, которые жили совсем по-другому, и у которых было все, чего не было у простых советских детей. Но как они жили, я не знаю, потому что к ним не относился. Так что вот, спасибо за внимание, в следующий раз я расскажу о школе в 80-х годах, о том, как, вот, я ходил в младшие школы, в средние классы школы, как мы учились, чем жили советские мальчишки со 80-х. Так что, если вам интересно, то следите за апдейтами на моем канале Вал Хохлов в YouTube. До свидания.